Сегодня мы разбираем отдельные вопросы экзаменационных билетов. Один из вопросов про ПСС в районе УТП. Знаете, что такое ПСС? Поисково-спасательная служба. Да, совершенно верно. ПСС – это поисково-спасательная служба. На самом деле здесь аббревиатура, возможно, чуть-чуть устаревшая. Анна, здравствуй. Потому что сейчас везде это называется подразделением МЧС России. Ну или МЧС такого-то субъекта Российской Федерации. Но, с другой стороны, у них же на странице этих МЧС-субъектов Российской Федерации у них же тоже упоминается поисково-спасательный отряд. Так что, может, и не такая устаревшая аббревиатура. ПСС – это поисково-спасательная служба, а ПСО – это поисково-спасательный отряд. Ну и АУТП – это учебно-тренировочный поход. Вам имеет смысл рассказать, как вообще туристская группа с ними взаимодействует, со спасателями, и как там в этом плане в районе нашего учебно-тренировочного похода. Ну, соответственно, это для кого-то Осетия, для кого-то Лаганаки. Ну, кто не ходил ни в тот, ни в другой, можете выбирать любой ваш поход, в который вы ходили. Подмосковье можете выбрать в том числе. Вот, если вы в поисковике в Яндексе набьете онлайн-заявку на регистрацию туристских групп в МЧС, или это, ну, вот как у меня выше написано, наберите МЧС, регистрация туристских групп, вам сразу это все вылезет. Вот вылезает вот эта вот форма, онлайн-заявка на регистрацию туристских групп, уже, не помню, года три или четыре, как сделали единую форму. Это очень удобно. То есть есть одна ссылка, по которой вы можете зарегистрировать вашу туристскую группу, которая собралась в поход. Неважно, в какой район она собралась, все равно все по одной и той же ссылке. Они там, кому надо, они передадут потом в нужный район. Причем достаточно быстро. Как тут сказано, за 10 рабочих дней до начала путешествия, ну, не позднее, нужно это сделать. Ну, да, действительно, накануне отъезда лучше этим не заниматься, лучше раньше. Ну, хотя, если там будет не 10, а 9 рабочих дней, наверное, никто вас не убьет. Если вы прозевали момент за 10 рабочих дней, то все равно лучше зарегистрироваться, чем не зарегистрироваться. Возможно, есть какие-то другие способы. Если вы найдете там, допустим, МЧС Республики Северная Осетия, наверняка там есть телефон, можно им позвонить и попросить зарегистрироваться. Ну, видимо, онлайн-заявка – это самый подробный способ. Там открывается форма, вы там можете все данные о вашем походе указать. Проще всего выбрать без авторизации, потому что в личном кабинете, может, и нет никого в личном кабинете по сайте МЧС, с использованием ЕСИА, там это чуть ли не госуслуг. В общем, я не уверена, что там откроется то, что надо. Без авторизации совершенно спокойно. Можно? Нажимайте на эту кнопочку. Ну-ка, вот я даже попробую нажать на эту кнопочку. И открывается сама форма, которую надо заполнять. Так, ну. А, во. Да, сейчас подумай. Подумай, ты откроешь. Вот. И здесь начинается с того, что вы выбираете такие, куда вы идете. Субъект Российской Федерации. Какая область? Или какой край? После этого нужно набрать. Ну, условно Калужская область, да? После этого нужно набрать, написать обращение. И после этого откроется много разных полей, которые нужно заполнить. И вы туда вносите информацию о себе, как о руководителе группы, информацию об участниках. Ну, как правило, адреса и телефоны участников. Зачем там адреса? Честно говоря, не очень понятно. Зачем телефоны? Ну, ладно, пусть будут на всякий случай. Я понимаю, еще контакты родственников были бы. Возможно, они там тоже где-то есть, я уже наизусть не помню. Ну, и информацию о нитке маршрута вы туда тоже вносите. Вот, заявка. Вот онлайн-заявка на регистрацию, на регистрацию турецких групп. Вот, и здесь, видите, либо вы можете скачать бланк в Word и спокойно его заполнить. Кстати, пожалуй, это удобнее. Сидите на компьютере, вне связи с интернетом, просто его заполнять, а потом отправить. Ну, там есть контакты на сайте МЧС соответствующей области, соответствующей деспублики. Или вы можете это открыть онлайн, и вот тут действительно откроется форма, и вы туда вносите все данные. Вот, и вы видите, у них даже ниже есть пример заявки для одиночного туриста и пример заявки для туристской группы. То есть вы можете посмотреть еще, как это делается. Ну, предлагаю вам самим зайти, скачать и посмотреть, как это делается и что туда пишется. На самом деле ничего, кроме того, что и так знает руководитель, там нет. Там есть состав группы, адреса телефона, ну, фамилия, имена, отчество, адреса телефона участника. И нитка маршрута, там, аварийные выходы, места стоянок. Вот такие вещи. Ну, понятно, что если, не дай бог, чего случится, и спасателям придется вас искать, понятно, что уж нитка маршрута точно им нужна. Точно ли им нужны домашние адреса и телефоны участников? Ну, наверное, они лучше знают, какие средства им нужны. Поэтому, если просят, то пусть запомнят. Вот, практически сразу после того, как вы отправили эту форму на почту, приходит письмо, ну, автоматическое, тоже из МЧС Российской Федерации. Там, уважаемый такой-то, в вашей заявке на регистрацию туристской группы присвоены на идентификатор. Это не номер группы в МЧС, это просто как бы номер вашей заявки, которую вы отправили на сайте. Вот, и дальше все эти сведения, которые вы писали, тут дублируются. Наименование. Ну, я писала, это мы заявлялись на Алтае, это была самостоятельная группа туристов города Москвы. Не знаете, какую писать организацию? Пишите, самостоятельная группа туристов такого-то города. Ну, если вы идете от общеобразовательной школы, например, номер 10, то пишите там ГБУ школу номер 10. Если вы не знаете, ни от какой организации не знаете, что писать, пишите, самостоятельная группа, им это не так важно. Ну, вот, адрес я, я пишу свой адрес. Ну, нет у меня организации, я физическое лицо, я пишу свой домашний адрес и свой телефон. Ну, сведения о руководителе, ну, то же самое, там все будет написано. Фамилия, имя, отчество, возраст, телефон. Да, сведения о близком родственнике или ином контактном лице. Ну, видимо, они там где-то есть тоже. Ну, может, здесь просто не высвечиваются. Вот, а дальше список участников группы. Да, дату рождения надо знать и телефон. Да, адрес места жительства. Видите, адрес места жительства я написала условно город Москва, как в маршрутной книжке. Они ничего не сказали, их устраивает. Ну, хотя бы дата рождения и телефон здесь есть. Ну, хорошо. А численность группы, количество человек, информация о маршруте, место начала, место окончания и так далее. Да, предполагаемые места ночлега и отдыха. Я вместо этого дала ссылку на маршрут на карте. Опять же, их вполне устроило. Ну, вот маршруты аварийных выходов, я их написала. Наличие опасных участков. Ну, наиболее опасные, я написал, там очень много опасных участков, на самом деле, все не перечислишь. Ну, если это какой-нибудь несложный маршрут, степенной поход или единичка, то, может, там действительно два-три места можно считать опасными. Категория сложности, применяемые средства передвижения и тому подобное. Да, дата выхода, дата возвращения. Время, я не знаю, достаточно условно, конечно. Да, и способ информирования, там, видимо, можно было выбрать по телефону. Но там высвечивается телефон, да, вот, и все равно вы им звоните по телефону. Да, вот эта дата, время организации сеансов связи, да, вот это я бы, конечно, как-то изобрела бы, как бы мне это не писать. Потому что, ну, да-да, мы брали с собой спутниковый телефон, мы же не будем его держать включенным. мобильный телефон, я даже не помню, чей я написала, скажу честно. Это не мой телефон. Да, спутниковый телефон я написал мой, который по итогу не работал, к сожалению. Ну, допустим, с ним было бы все хорошо, я же не стала бы держать его включенным. Дальше там какие-то вопросы по аптечке. А, вот, и дополнительная информация, вот я написала это, постаралась это повторить несколько раз и как можно более внятно, что, мол, зазвоните, пожалуйста, нашему координатору в Москву по телефону такому. А, вот, да, это был телефон координатора в Москве. Звоните ей по всем вопросам, она ответит. Ну, в общем, никаких возражений на эту информацию не поступило, значит, наверное, можно писать телефон координатора. Ну, я заинтересован, что если бы МЧС начало звонить каждый день и спрашивать, а как вы там, да, чтобы они звонили не нам туда, в горы, а координатору в Москве. Вот, ну, и еще раз, на всякий случай я им еще раз написала полностью весь маршрут, чтобы они были в курсе. Информация о лице, заполнившей форму. Видите, это даже не обязательно руководитель. То есть можно ответственного участника попросить заполнить форму и внести все эти данные. Ну, естественно, там, где данные о руководителе, чтобы он написал самого руководителя. Вот, и после этого еще отдельно приходит письмо, где вашей группе присваивается номер уже подразделения МЧС. Соответствующей республике или соответствующей области. Вот так вот. Вот, точно понятный алгоритм, как отправить заявку в МЧС России. Как отправить заявку на регистрацию Туриска. Всем привет вновь подключившимся. Ребят, толково? Вполне. Ну, отлично. Да все хорошо, там нажимаешь далее, далее, и все получается. Да, 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 конечно, да, спасибо. Так что вот, пользуйтесь. Заявлялись вы при этом в МКК или нет, никто не спрашивает. Это как бы отдельная ваша забота, заявиться вам в МКК, чтобы вам потом справки дали, опыт засчитали, разряды присвоили. для вот этих вещей. Так, сейчас, простите, пока прерву. Может, она быстрее загрузится. Сейчас, у тебя техническая ползает немножко. Если открыть сайт соответствующего субъекта Российской Федерации, ну, для примера, вот по Московской области, то, ну, во-первых, вы там тоже можете видеть, регистрацию туристских групп, если что, потому что маршруты первой категории сложности, например, и по Московской области тоже иногда совершаются. Почему бы не зарегистрировать туристскую группу, да? Вот, и есть контакты, например, и совершенно точно, если полазить по сайту, то их телефон найти можно. То есть, куда вам там звонить, если не приведи бог, чего случилось, теперь не надо лазить по свежим отчетам других туристов и выискивать телефон спасателей, теперь достаточно открыть сайт главного управления МЧС по нужному вам региону, и там вы телефон найдете. Ну, давайте не буду я сейчас лазить по сайту, потому что он опять будет по пять минут каждую страницу открывать. Ну, вот, совершенно точно все последние годы на сайте их телефон несложно находится. Не забудьте позвонить и удостовериться, что там правильный телефон. Ну, как ни странно, все люди и говорят, что ошибки делают. Ну, заодно уточните, а точно ли это телефон оперативного дежурного, а точно ли звоните именно сюда, если что-то произошло на маршруте. Они, ну, во всех случаях, когда я это проделывал, они там совершенно нормальные, они все спокойно подскажут конструктивно. Так что, в общем, в наше время взаимодействие с МЧС достаточно несложно. По крайней мере, вот, в части заявки туристской группы. Ты? Насчет этого МЧС в районе УТП, да? Ну, соответственно, в районе вашего похода, да? Соответственно, вы уже понимаете, что надо это искать на сайте управления МЧС по соответствующему району. Например, если это касается Осетии, то, значит, по республике Северная Осетия, Алань. Вот, возможно, там есть еще разные полезные сведения о памятке для населения и тому подобное, да? Если это горный район, то там еще и памятки по полу-палу, как вести себя в горах, ну, они, вряд ли они достаточно информативные для нас с вами. Уж, если турист прошел школу, то наверняка он знает все, что в этих памятках еще больше. Ну, тем не менее, заглянуть можно, вдруг там что-то такое, что местные спасатели учли, а мы с вами не учли. Это полезно. Вот, ну и могу сразу вам сказать, что в районе наших учебно-тренировочных походов на Кавказе, слава тебе, Господи, спасатели есть и это все освоено достаточно давно и есть поисково-спасательные отряды недалеко от тех мест, куда туристы традиционно ходят. Ну, в Архизе там, прямо вот в центре района может быть поисково-спасательный отряд. В Прельбрусе, ну, из в Северной Осетии ходят на Казбек, соответственно, Владикавказ там тоже недалеко, там тоже это все поставлено. Ну, в общем, на Кавказе, во всех хожаных районах там спасатели есть. Ну, и на Кольском полуострове в Хибинах тоже есть. Ну, соответственно, в каждом конкретном районе вы можете, если что, вы можете поискать и поинтересоваться, а где именно там спасательный отряд. Наверняка можно найти телефон, позвонить управлению МЧС, проконсультироваться. И узнать все детали, которые вас интересуют. Вот. И говорят, да, полезно позвонить спасателям и спросить, а что там, как погода в этом районе, нет ли каких-то суперсложностей. А может, очень много снега и все реки из-за этого поднялись там, например. Спросить, каких-то их рекомендаций, может быть, как лучше подготовиться к вашему конкретному походу в такие-то сроки. Ну, скажут все как всегда, но очень хорошо. А может, действительно на что-то ваше внимание обратят. Например, что уровень воды в реках выше. А может, вы сразу что-то перестроите в вашем маршруте. Может быть. Ну вот, понятно насчет взаимодействия с МЧС. а вернись. Нет, Продолжение следует...